Всем привет дорогие друзья, с вами по-прежнему я Алексей и добро пожаловать на рубрику Первый Взгляд И сегодня мы вместе с вами посмотрим, я бы хотел сказать на Омси 3, но это к сожалению не Омси 3 А игра от разработчиков Омси, называется она Lotus Simulator Вкратце расскажу что вообще будет из себя представлять игра Останется тот же самый смысл, останется та же самая суть что была в Омси и впоследствии в Омси 2 Но с небольшим изменением, теперь в игре Lotus будут представлены все виды наземного и даже будут представлены виды воздушного транспорта То есть у нас сейчас в ранней версии, в очень-очень-очень альфа версии, которая находится в раннем доступе У нас сейчас пока что здесь только трамвай, я вам покажу чуть-чуть попозже как это все работает, сейчас просто я вам объясню что вообще из себя представляет игра Как вы поняли все это будет продаваться модулями, я на самом деле вообще обалдел, но это что-то типа дополнений То есть получается у нас в базовой игре включен трамвай и как бы в принципе все, то есть по большому счету больше у нас ничего здесь и нет То есть только у нас трамвай, если вы захотите покататься на автобусе, вам нужно будет купить отдельный модуль, который добавит всю эту систему в игру То есть вся система, которая автобусная, дороги, остановки и так далее, сами соответственно автобусы Это грубо говоря будет в виде дополнения Также в виде дополнения скорее всего будут добавляться метро, троллейбусы, скоростные поезда, которые типа между городами ездят И в общем-то будут еще даже добавлены самолеты, то есть это какой-то просто так подумать, это безумный на самом деле проект С такой реально жесткой, лютой симуляцией, что прям ну хочется поверить разработчикам из Германии, что они действительно когда-нибудь там, да Ну я надеюсь не через 10 лет, но хотя бы там в течение пары лет они добавят все то, о чем нам пообещали Итак, в общем-то да, в базовой версии игры, которая вышла в ранний доступ 15 сентября, у нас имеется, как я говорил ранее, трамвай В принципе по игре, если так сказать, по каким-то общим механикам, по управлению, по менюшке, она очень даже похожа на Омсе То есть кто играл раньше в Омсе, у того вообще абсолютно никакого труда не составит здесь освоиться Клавиши управления в принципе все остались на тех же местах Ну и в принципе то, что нам дают изначально, вот этот замечательный трамвай Он в принципе уже готов, он активен, нам просто нужно нажать кнопочку Q и он у нас поедет вперед Нажать кнопочку Z он у нас остановится Двери также открываются ровно так же, как и в Омсе То есть это вот слэш, звездочка, минус То есть в принципе здесь, ну все реально очень-очень похоже Итак, друзья, давайте посмотрим уже наконец-таки по трамваю, что он вообще у нас из себя представляет То есть сидим мы, естественно, в кабине машиниста Управление немножечко помененное, как бы казалось бы, да Но в принципе все механики у нас остались теми же самыми То есть опять же, чтобы смотреть по кабине, нам нужно будет зажимать колесико мыши и уже соответственно им крутить и смотреть Зеркала у нас не работают, окна у нас не открываются пока что, к сожалению Не знаю почему на самом деле, то есть у меня ни одно окно здесь не открывается Дождя, опять же, в ранней версии пока что нет Обещают добавить в будущих обновлениях, которые вот-вот уже скоро прибудут И также добавят мультиплеер Друзья, да, здесь есть мультиплеер И вот вы просто представьте все, что я вам сказал раньше Автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, поезда, самолеты и все это в мультиплеере Блин, ну только вот от этого подумаешь, мать твою, насколько же это охерительный проект В общем, смотрим, что у нас тут дальше вообще еще идет по трамваю Как бы, в принципе, что-то у нас готовое, что-то нет Ключик у нас стоит, чтобы если что мы с вами смогли назад уехать В общем-то, что они еще интересное сделали, что мне понравилось То есть на те клавиши, тумблеры, кнопочки, которые у нас активные, за что-то отвечают У нас идет подсказка То есть, допустим, ну самое простое, я не знаю, что тут у нас Вот включаются фары, да, то есть мы видим, что если мы нажимаем буковку L Они у нас крутятся в одну сторону Нажимаем там, соответственно, буковку R Они у нас начинают крутиться в другую сторону Еще раз нажимаем буковку L, они у нас уже крутятся в эту сторону То есть это на самом деле прикольно И вот эти все подсказочки, они здесь есть То есть вам не нужно учить управление, как это было в Омсе Я очень много психовал, когда начинал в нее играть Меня это бесило, потому что надо постоянно запоминать Где, что, на клавиатуре, какая кнопка Здесь, в принципе, навел мышкой, тебе все показало Так называемый Ибис, да, который у нас был в Омсе На который выставляется маршрут Он здесь пока, опять же, у нас не активен Вообще сама карта по себе, она очень-очень маленькая То есть здесь как бы у нас, ну прям вообще, ну ерунда Прям вот кусочек, мы просто по кольцу так с вами будем кататься и все Но зато Непонятно где, я не знаю, я не нашел, если честно Где это находится Здесь есть редактор карты В общем, друзья, по кабине здесь, опять же, да Все максимально просто, никаких здесь излишек у нас нет Что-то работает, что-то нет По салону, опять же, то есть, в принципе, осталось все то же самое Надо выйти здесь, нажимаем кнопочку и так далее Там загорается индикация И все это у нас дело совершенно спокойно работает Вот по освещению я вот так и не понял, опять же, где оно находится Как его найти Перемещение камерами по салону, опять же, через стрелочки все осуществляется То есть, в принципе, это все нам очень знакомо Форточки не открываются Ну и, в общем-то, как бы вы уже поняли, что здесь все что-то очень прям серьезно урезано По трамвайчику выглядит он примерно вот так Дверки у нас, как видите, тоже здесь открываются Прям все здесь очень круто Все стопорится, все моргает Все довольно-таки классно Пантограф у нас поднятый В общем-то, в принципе, мы можем отправляться ехать У нас все готово Правда, мы немного, наверное, не с той стороны встали Надо было реверс сделать, чтобы мы развернулись наоборот Ну ладно, ничего страшного Что-то у нас тут запеликало, заурчало Что-то непонятно Сейчас, друзья, разберемся и продолжим дальше Итак, друзья, ну что, в принципе, разобрался Я просто отключил все питание нахрен от этой электрички От этого трамвая И, в общем-то, короче, никуда я не смог поехать В общем-то, да, друзья, давайте мы с вами дальше поедем Я тут несколько еще лампочек нашел, которые работают В принципе, можно нажать вот эту желтую кнопочку И сделать тест приборов, так называемый То есть у нас покажется все, что у нас здесь горит По управлению, опять же, как я и говорил Здесь все очень просто В принципе, у нас транспортное средство уже готово к путешествию Реверсная рукоятка у нас установлена вперед Это у нас на кнопочку W делается Если хотите, назад нажимаете кнопочку S Соответственно, просто нажимаете клавишу Q И машина начинает у нас трогаться вперед То есть, в принципе, здесь вообще ничего сложного Ну, давайте включим светительные приборы И технику всю нашу замечательную Чтобы нас видели, чтобы нас замечали В настройках управления на клавишу H У нас назначен сигнал Но он у меня почему-то не работает То есть, как бы, ну, не знаю Либо опять это в раннем доступе Этого у нас нету Либо, не знаю Но есть вот такой колокольчик Интересный случай Вот такой вот у нас вой Какое-то зажевывание у нас идет при повороте Вот так вот он у нас выглядит Со свободной камеры Ну, давайте, наверное, с третьей камеры поедем Все у нас переходит Прям четко вообще по конташечке Все идет Такие классные звуки То есть, видите, да Здесь у нас как бы считается Что этот город, ну, типа такой Просто для тестов покататься, посмотреть Но в то же время выглядит он неплохо Видно, что работа проведена крайне серьезная Так как в Омсе были, ну, дома реально плоские Все некрасивые и страшные По текстурам там я вообще совсем молчу Ну, здесь прям реально получше Графика очень сильно подтянулась Вот реально очень сильно подтянулась Так, давайте в нейтралочку поставим Просто на катиком пойдем Вот эти все дырки в карте Это вообще внимания не обращайте Это чисто демонстрационная карта Она здесь одна, напомню В общем-то, если захотите, можете отыскать Если, ну, естественно, приобретете в эту игру У вас будет желание поддержать разработчиков И помочь им в разработке Можете найти редактор карт И, собственно, сделать что-то свое То есть все, что здесь присутствует Из этого можно вот сляпать непосредственно свою карту Ну, все, в общем-то, в принципе, вот мы едем Как бы вообще не знаю, что здесь больше еще рассказывать Потому что здесь больше у нас ничего в игре нет Ну, открывается вот этот у нас ящик Опять же, по аналогии как с Омси Нажимаете, тянете, все это у вас работает И, в принципе, как бы все То есть пока что здесь ни пассажиров Ни погодных эффектов Ничего такого нет По оптимизации, друзья Я скажу вам так Игра тянет нативное разрешение То есть то разрешение, которое у вас установлено на рабочем столе Так как у меня 4К-монитор Соответственно, сейчас у меня картинка идет в 4К Ну, и плюс ко всему, как вы наверняка уже заметили Видео это у нас в 1440p На секундочку, если вдруг кто не знал Новый такой вот я пытаюсь использовать формат Повышая качество потихонечку видео на канале И если, в принципе, картинка будет нормальной Она меня устроит и она вас устроит То в последующем все видео будут записываться именно в таком качестве Согласитесь, это очень круто Когда качество картинки повышается Ну, а так, в целом, друзья, серьезно Я даже не знаю, что вам больше про эту игру рассказать Про модули, в принципе, я вам все в начале видео проговорил Наверное, стоит повториться еще раз То есть все виды транспорта Они будут, ну, так скажем, отдельными DLC Вот слово модуль они заменили, типа, да, чтобы вот этого слова DLC противного и надоедливого не было Ну, так, типа, аккуратненько так намекнули нам на то, что все у нас здесь будет платное Я не знаю, правильно это или нет Как я, опять же, считаю, чисто по своему субъективному мнению Все-таки, наверное, в базовой игре Какие-то виды транспорта Ну, чисто основные какие-то механики Какие-то системы Они должны сохраняться Потому что, допустим, ну, не знаю Скачаешь ты или создашь какую-то карту На которой есть и трамвай, и автобус, и метро, и троллейбус А у тебя только базовая игра с трамваями И что, ты будешь только на трамваях, что ли, здесь ездить Но как-то такое Все-таки, я думаю, что пересмотрят Они в ближайшем будущем всю эту систему модулей И вообще, вот, всю внутреннюю организацию игры Ну, хотя бы какие-то базовые вещи Какие-то базовые транспортные средства Все равно в базовую игру надо добавлять Чтобы человек хотя бы просто пощупал и посмотрел, что это такое И принял решение, стоит ему вообще это покупать или нет Стоит ему связаться с этой игрой или нет В общем-то, все, друзья Наверное, это у нас будет новая игра на канале Омси, как бы уже, можно сказать, морально устарела Да, на нее выходит дополнение Но она, в принципе, уже никому не интересна Это действительно что-то новое, что-то интересное Очень амбициозный проект То есть, ну, прям, я считаю, что у этой игры есть достаточно большое будущее Надеюсь, что разработчики не просрут эту игру Не просрут эту идею И сделают все реально очень качественно И все это у нас будет летать и хорошо идти Все, друзья, давайте поприветствуем на канале Новую игру лайками, подписками на канал Вашими мыслями по поводу этого вообще всего продукта Вы можете поделиться в комментариях под этим видео В общем, все, дорогие друзья Не забывайте подписываться на канал Ставить лайки Ну, а с вами был Алексей Я желаю всем хорошего настроения Всем огромной удачи и пока Еще увидимся в Lotus Simulator Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!